МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Августейший град Венеция. Ныне единственная обитель свобода, единственное прибежище чести, единственная гавань для тех, чьей жажде. Свободной жизнью угрожают повсюду тираны, бурев войн и постоянных потрясений. Град обильный золотом, но еще более славой, сильным своим могуществом, но еще более добродетелью, прочный своими мраморными фундаментами, но более того, гражданским согласием, защищенный солеными волнами, но еще более мудростью своих советов. Так писал Франческо Петрарко в 1362 году. В Венеции издревле правили Совет Десяти, Малый Совет и далее по нисходящей вплоть до Большого Совета. Сегодня символ венецианской свободы ее кинофестиваля. Венецианский фестиваль – это серьезный фестиваль. Здесь не суетно. Он не похож на светские канны, и он проходит в городе, который можно назвать едва ли не самым красивым городом в мире. Венеция уникальна по своей красоте и истории. Венецианская республика управлялась ограниченным числом знатий. Фамилии были записаны в так называемую «золотую книгу». Только члены их семей имели право заседать в Большом Совете – органе законодательной власти. Во главе Большого Совета стоял Дош. Его должность хоть и была пожизненной, все века существования республики оставалась выборной. Правда, Дош Марина Фольер в 1355 году попытался сделать свою власть наследственной, как королевскую, но был за это обезглавлен своими подданными. Отношения с католической церковью у города были прохладные. Как ни пытались римские папы влиять на его политику, у них это не получалось. Венеция обладала чувством собственного достоинства и всегда Ватикану сопротивлялась. Город не раз отлучали от церкви, пытались навязать перечень запрещенных книг, угрожали отлучением от церкви всего Венецианского сената, но всякий раз эти решения игнорировались, и город продолжал спокойно жить и процветать. Все эти годы венецианское правительство ввело успешную политическую игру, захватывая все новые прибыльные территории и извлекая выгоду из самых неразрешимых ситуаций и международных конфликтов. В 15 веке республика уже владычествовала от Альп до реки По и до Бергама на западе. Под власть Венеции попал даже Кипр, но в 15 веке на Средиземноморье начали закрепляться турки. Покорив множество земель, Османская империя стала завоевывать одна за другой материковые территории Венеции. Республика сопротивлялась, но кровавые сражения приносили лишь разорение, а некогда доходные земли последовательно переходили к туркам. И тут еще, как назло, активизировались путешественники. В 1499 году Васка Дагама разыскал путь в Индию через мыс Доброй Надежды в обход торговых путей, традиционно составлявших основу благополучия республики. Открытие португальца нанесло жестокий удар по всей венецианской экономике. Начались годы медленного упадка. В 1575, а потом в 1630 город подкосила чума. Треть населения, включая великого художника Тициана, погибло. К 1720 году республика была практически банкротом. Характерно, что именно в это время она пережила очередной период расцвета искусств. В городе жили и творили Тьеппало, Каналетто, Гуварди. На подмостках ставились пьесы Гальдони и Гоце, а на площади Сан-Марко открылось кафе Флориан. Так подошел к концу век XVIII, а вместе с ним и история венецианской независимости. В 1895 году в Венеции состоялась международная художественная выставка, которая заложила основы будущего масштабного проекта под названием «Биеннале современного искусства». На протяжении года в рамках биеннале в Венеции проводились фестивали «Театра современного искусства, архитектуры». А в 1932 году, то есть 75 лет назад, здесь зародилось международное кинофестивальное движение. С тех пор венецианский фестиваль стал не только самым первым в мире, но и одним из самых влиятельных кинофорумов. В отличие от светских канн с их бесконечными шикарными приемами, в Венеции конкурс всегда играл главную роль. Венецианский фестиваль – это одно из тех мест, где впервые были признаны мои режиссерские труды. В то время, это примерно 10 лет назад, в японском обществе меня как режиссера фактически игнорировали и не признали. И 10 лет назад, буквально за один вечер, после того, как на этом фестивале мой фильм «Фейерверк» получил награду «Золотой лев» за лучший фильм, моя режиссерская карьера в Японии пошла в гору. И неожиданно меня признали известным кинематографистом мирового уровня. И все мои ранние фильмы, которые абсолютно игнорировались в Японии, были переоценены после присуждения мне «Золотого льва». Это кардинально изменило мою карьеру режиссера, и я очень благодарен за это. В моей режиссерской карьере встреча с венецианским фестивалем – это одно из самых важных и приятных событий, которое сделало меня счастливым, удачливым. Поэтому это очень важное место для меня. Для нового кинофестиваля необходимы были и новые площади. Строить в самой Венеции, где каждый кирпич – это мировое наследие, не было возможности. Поэтому выбор пал на остров Лидо, расположенный в двух километрах от самой Венеции. К тому же там находился роскошный отель в мавританском стиле «Эксельсиор», где поначалу можно было устроить кинофестиваль. Сам остров уже приобрел славу итальянского курорта. Экран для элитной публики был устроен на террасе отеля «Эксельсиор». А после просмотра следовал прием в салоне гостиницы. Еще на первом же фестивале были показаны фильмы, вошедшие после в историю мирового кино, как, например, «Земля» Александра Довженко. Кстати, первым лауреатом Венецианского кинофестиваля по оценке зрителя стал советский фильм «Путевка в жизнь». Хотя еще тогда не существовал приз «Золотой лев». «Затрыга дежурный! Ножки давай! Ножки! Ножки! Давай ножки!» «Дайте ножик! Дайте вилку! Я зарежу свою вилку! Дайте ножик! Поострей!» «Ножи! Вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования». Этот фильм открыл эру советского звукового кино. «Путевку в жизнь» купили 26 стран. Это был прорыв на мировые экраны. Нынешняя главная награда Венецианского фестиваля «Золотой лев» была введена только после войны в 1949 году. За последнее десятилетие форум начал терять ранее завоеванные позиции. Для того, чтобы в корне поменять ситуацию, пришлось заменить несколько фестивальных руководителей. Наконец, выбор остановился на энергичном Марко Мюллере, который долгое время возглавлял фестиваль кино в швейцарском Локарно. И вот, в четвертый год, Венецианский кинофестиваль предстает как место пересечения разных культур. Конечно, опыт фестиваля Каннского, наверное, самый мощный. Вы видите, насколько Каннский фестиваль, так сказать, чопоренный, и насколько здесь это в противовес Каннскому фестивалю, попытка все-таки сохранять какую-то такую кэжуал, такую свободу внутреннюю. Но все равно качество фестиваля определяет качество программ. Есть кино или нет кино. К 75-летию первого фестивального показа дирекция пригласила в международное жюри исключительно режиссеров и все классики мирового кино. Получить награду от такой компании – исключительная заслуга и признание. Я думаю, в целом у нас, как у членов жюри, более-менее одинаковый взгляд. Я надеюсь, что так будет и дальше, потому что это создает приятную и дружелюбную атмосферу, и нет никаких схваток, нет повода ненавидеть друг друга. Мы все согласны. Очень приятная, интересная группа, очень разные люди. Я, к примеру, всегда работал даже в Голландии в более коммерческом ракурсе. Многие режиссеры, входящие в состав жюри, снимали более авторские фильмы. Это интересно. Здорово то, что мы настолько разные. Возможно, того, что все мы режиссеры, вполне достаточно. Мы видим, как сняты фильмы, что люди пытались сделать, насколько сложно это было, и удалось им это или нет. Мне это нравится. Член международного жюри Пол Верховен, автор знаменитых картин «Основной инстинкт», «Шоу Гёрлс», «Робокоп», назвал обладателя первого «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 2007 года. «Золотой лев» присуждается Никите Михалкову. «Золотой лев», которого получил Никита Михалков за свой фильм «12» для Венецианского фестиваля «Абсолютное новшество». Все произошло неожиданно не только для авторов ленты, но и, похоже, для самих членов жюри. Они уже практически определились с лауреатами, как вдруг в последний день фильм Михалкова, который смешал все карты и стал настоящей кинобомбой фестиваля. Он произвел такое сильное впечатление на судей, что они просто не понимали, что теперь дальше делать. Их жаркие споры длились почти 10 часов. Голоса разделились между лентами китайского и российского режиссеров. «Мы голосовали за то, что этот вонючий чеченский ублюдок виновен в убийстве своего приемного отца, офицера российской армии». «А вы что, не поняли, да?» «Товарищ не понял. Придется голосовать снова». «Давайте, давай, давайте». «Нет, нет, 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 я… Не надо, я уточнил, я против. Против обвинения. То есть как против? Вы проголосовали за, а я против. Ну вот, так получилось, что 11 за, а один против. А зачем? А что зачем? Ну зачем так голосовали? Ну если бы я проголосовал за, было бы… 12. Вариации на тему классической ленты Сиднея и Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин». В картине 50-летней давности совет американских присяжных решает судьбу юноши-мексиканца, обвиняемого в отцеубийстве. С начала 60-х психологическая драма Реджинальда Роуза выдержала множество театральных постановок, несколько экранизаций в кино и на телевидении. Именно с пьесы Роуза началась режиссерская карьера Никиты Михалкова. 40 лет назад он поставил по ней дипломный спектакль в Щукинском училище. В российском фильме речь идет о суде по делу чеченского подростка, который обвиняется в убийстве своего приемного отца, русского офицера. Ну там, там какой-никакой человек. Еще на второй день фестиваля фильм «Энга Ли» называли самым очевидным фаворитом. Но за сутки до вручения «Золотого льва» в Венеции посмотрело 12, и львов получилось два. Так бывает, когда у жюри разошлись мнения. Энга Ли всего два года назад победил здесь с не менее скандальной горбатой горой. Теперь он имеет в своей коллекции двух берлинских золотых медведей, двух золотых львов, не говоря об Оскарах, за лучший иностранный фильм, за сценарий и за режиссуру. Энгу Ли не хватает только главного Оскара и Каннской золотой пальмовой ветви, чтобы оказаться самым титулованным режиссером мирового кино. В жюри Каннского фестиваля, или в жюри Венецианского, или Московского даже, там такие персонажи, на которых не очень подавишь. Ну как можно там, на Тарантино надавить, ну попробуй на Тарантино надавить, или на Кустурицу. Он пошлет просто на все буквы сербского алфавита, и на этом все закончится. Тут нельзя. Есть фестивали, где спал Валыч вдвоем, что прикажут, что поем. Еще деньги за это платят. О, господи боже мой, кому угодно. Да и фильмы не смотрят. Поэтому на фестивалях этого класса само качество жюри определяет возможность, так сказать, влиять на него или не влиять. В 1991 году режиссер Никита Михалков покорил Венецию своим фильмом «Урга. Территория любви», за что и был награжден «Золотым львом». Впоследствии эта картина была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшего иностранного фильма». Вы знаете, я когда-то разбежал утром в день закрытия свой кросс, и я думал, допустим, будет закрытие, и мне скажут, «Хочешь быть режиссером любой картины, которую получит льва, или хочешь остаться режиссером Урги, если она даже ничего не получит?» И тогда я думал долго, пока бежал. И когда добежал, пришел к выводу, что я не хочу быть режиссером другой картины, какая бы она ни была, я хочу остаться режиссером Урги, где бы она ни оказалась бы с точки зрения ее рейтинга на фестиваль. А сегодня мне даже и думать не надо, потому что для меня настолько важна картина «12», что как ее оценит жюри, я знаю, как происходит порою решение жюри, какие происходящие обстоятельства у них бывают, что там бывает, какая политика, и так далее, и так далее. Поэтому для меня этот вопрос совершенно отсутствует. Как бы там ни было, настолько внутренне я связан с картиной «12», что, так сказать, не имеет никакого значения, как ее оценивать. Мне важнее любую из премий, которые у меня есть, я отдам за лишний миллион зрителей в России на этой картине. Ну послушайте, ну мне вообще плевать, как он говорит по-русски. Ну, извините, ну вы же все взрослые люди, ну как же вам не стыдно? Ну вы посмотрите вокруг, это ведь уже не наш город. Они же захватили все, все, рынки, казино, гостиницы, все у них. Но я вчера, я вчера пытался на своей волжанке проехать театральный проезд. Восемь полос, восемь полос, занято все. Их Бентли, Шментли, Мерседесы, понимаете, проехать нельзя. Они какую-то там свою свадьбу справляли. Попевки, пляски, только что из-за КМа воздух не полили. И это в трех, в трех минутах ходьбы от Лубянки. Это уже не Москва, это что угодно, Баку, Шмаку, что угодно, не Москва. И я, я коренной москвич, здесь, в своем городе, чувствую себя чужим. Я чувствую себя как в гостях. А мальчик-то этот при чем здесь? Что мальчик? Ну что мальчик, вы пытаетесь, мальчик, вы пытаетесь его защитить, да? Ну, вы представьте себе, помните, там был разговор о том, что он накануне поссорился с отцом. Ну давайте представим, русского пацана, что делает в этом случае русский пацан? Ну он может нагрубить, там, обидеться, ну в конце концов, я не знаю, сбежать из дому. Но он не берет в руки нож. А дикарь, ваш мальчик, дикарь и зверь, он прячет обиду для того, чтобы вернуться и перерезать горло, и садить нож. Ну это вы знаете, однако, хватили, дикарь. Мы все-таки живем в 21 веке. И потом, не надо, знаете, так сгущать краски. Мы, между прочим, ведем очень большую работу. Кто это вы? Кто вы? Кто? Кто вы? Демократические силы. Какие? Какие силы? Ой, я согласен. Нет, я на протоне. Я по поводу сволочи они, сволочи. Один на один нормально. А если их больше, ну вот поезд еду, отпуск, четверо зверей. Один ножик мне грабят. Два на руках повисли и четвертый по карманам шарит. И я бы не то, что испугался, я бы оропел. И вот, ну вот, да, 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 да. Они пшит мне газом прямо в нос. Очнулся Сиферополь. Потом ловился двоих на базаре. Ага. А? А они меня узнали и прямо мне вот, прямо в самом деле, лезать стали в Вьетнамке. Мне наши тут собрались, в окружине, а не противно стало. Я взял, пошел, понес. И поджопник, как... И ногу растягнул, домой еле дошел. По хуболы. Я... А вы врач? Я хирург. Спасибо. Я хирург, мне пока не треба, я мазю-мажу. Сволочи! Сволочи! Прибавились скорости, исчезла или исчезает возможность у людей тратить время друг на друга, если это не связано с бизнесом. Пропадает созерцательность, которая наиболее важна для славянских народов. Все реже слышны, слышен звук перелистываемых страничек книги, а не гламурного журнала и так далее. Но, тем не менее, жизнь идет, и кто-то это сохраняет и об этом думает, а кто-то об этом не думает. Но важно, чтобы кто-то об этом думал, потому что когда-нибудь это будет востребовано. Как бы не был удобен, так сказать, интернет и сеть, и как бы не легко было выкачать любую информацию, скачать и прочесть за 10 минут Анну Каренину в дайджесте, по крайней мере, о чем идет речь, все равно, так сказать, человеческое существо, оно требует времени на то, чтобы душевно и духовно воспринимать те или другие стороны мира. И особенно стороны, так сказать, связанные с человеческим общением, потому что Экзюперий сказал, что самая высочайшая роскошь – это роскошь человеческого общения. Я закончил институт, а зовут меня здесь все время Чурка, а я не Чурка, я хирург, я врач, я клинику свою имею, понял? Я не сомневаюсь, что свою, конечно уж, не участковым в больнице пашете. Понимаете, зачем было бы сюда приезжать дипломы покупать с Кавказа? Кто, кто купил диплом? Я купил! Я купил диплом! А не о вас, говорю! А раз я тебе спросил, а раз я тебе сказать, я купил диплом, да? Я никогда ничего ни у кого не покупал, понял? Как вы вообще смеетесь? Слушайте, что вы вообще себе позволяете, а? Я с четвертого раза только поступил в этот Московский медицинский институт. И все четыре года, пока я поступал, я работал санитаром Первой Градской больницы, да? Я на скорой помощи не отложке работал и закончил с золотым дипломом, понятно? Это красным дипломом, да. Ну что, я не очень хорошо разговаривал по-русски, что, что, да? Я ошибся, сказал, я же извинился и все. Да, хороший врач зато, понятно? Я не спорю, вы хороший врач, хороший врач. Только не пойму, зачем вы хороший врач? Голосуйте за то, что он виновен, если у вас на Кавказе все с золотым дипломом и все такие культурные, ну? Потому и голосую, что это неслыханная дерзость для кавказца поднять руку на старшего. Особенно, если он тебя пригласил в свой дом, в свою семью. Восемь лет молчания и новый триумф в Венеции. Михалков приехал на фестиваль прямо из окопа. Со съемок «Утомленных солнцем-2». Его едва можно было узнать. Он похудел, а волосы и усы окрасились в желтовато-белесый цвет. Этого потребовала новая роль. По сравнению с «12» я скинул 23 килограмма для того, чтобы сниматься в окопах. У меня в «Утомленных солнцем-2» один из героев будет играть белорус. Его играет Дюжев. Так что у него таких вот три книжки белорусского этого самого словаря. И он, значит, штудирует текст и переводит на белорусский язык. У меня какая-то такая нежность ностальгическая к Белоруссии. Я помню съемки мои в Борисове, где мы снимали перекличку. Масса друзей, фестивали в Минске, недели кино и так далее. Белоруссия у меня ассоциируется с праздностью моей, потому что, ну, когда пока не снимался, если не снимался. Я помню, так сказать, поездки в Белоруссию, именно всегда связанные с какими-то торжествами и праздниками. И, конечно же, потрясающе, потрясающе, с одной стороны, вот эта вот беспорывность пейзажа, как писал Ключевский, а с другой стороны, замечательные люди с мягкостью, с этим говором. Субтитры создавал DimaTorzok